ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, с вами инспектор Гаджет! Внутренний голос ты здесь? Конечно. Тогда и внутренний голос. Гаджет, танцуй! Че это вдруг? Танцуй! Это что, Тоддс, что ли, танцевать? Тебе письмо, танцуй, дурында! А, да? Так бы сразу и сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай письмо. Читай же скорее. Пишет нам генеральный директор ООО Мягкий завод детской игрушки КАСЫШИК и предлагает спонсорство. Это ж отлично! И что он за это хочет? Ну как что? Чтобы я в кадре показывал и рассказывал о продукции его завода. Хе, всего-то! Ну как это унизительно! Мягкий завод детской игрушки КАТЫШИК! Ласковый, как заяц. Голос, спасай, обзор, срочно. Sony Ericsson C510 CyberShot. Аппарат как бы бюджетного класса. Это все-таки телефон, не смартфон, но тем не менее неплохо оснащенный. Дизайн этой модели сама Sony Ericsson называет лаконичным. Смотрится он весьма достойно, да и забавные плюшки имеются. Скажем, сдвижная шторка объектива на задней панели. Если ее сдвинуть, то откроется зрачок камеры и лампочки вспышки подсветки, а кроме того, включится подсветка клавиатуры. Камера средненькая. Для аппарата с лейблом CyberShot разрешение 3,2 мегапиксела выглядят как-то ну уж совсем бюджетно. Качество снимков при хорошем освещении на твердую четверку, а вот в темном помещении на снимках заметен цифровой шум. Встроенные функции редактирования в модуле PhotoFix проблему обычно не решают. Но в целом качество камеры можно оценить как приемлемое. Да и хитрые фишки вроде детектора улыбки и обнаружения лиц в кадре полезны при съемке. Качество сборки вызывает уважение. Nokia стоит поучиться у Sonerica. Хоть аппарат и недорогой, но сделан весьма прилично. Разве что чуть поскрипывает при совсем уж сильном сжатии. Пластик устойчив к царапинам и потертостям, даже если телефон таскать в одном кармане с ключами. Девственный блеск, присущий новенькому аппарату, он, конечно, теряет, но потом держится, не протираясь и не покрываясь неприятного вида засечками. Емкость аккумулятора 930 мА в час. Номинальное время работы в режиме разговора до 10 часов. Сказки, конечно. И, скорее всего, заряжать телефон придется раз в 2-3 дня. Но, может быть, и реже, если не злоупотреблять мобильными развлечениями. Девайс вполне неплохой. Недостатки тоже есть. Правда, в большинстве случаев это скорее традиционные заморочки Sony Ericsson, вроде memory stick и отсутствие стандартного порта USB. Ну, аккумулятор слабоват. Но для трубы ценой около 9000 рублей он упакован на пятерочку. Инспектор Гаджет совместно с ООО Мягкий завод детской игрушки Катышек представляет рубрику STG. Самым тупым гаджетом на этой неделе признается... Так, глаза закрой. Тебе рано еще. Этот многофункциональный телефон, в котором есть не только бритва, но и две симки, TV-тюнер и двухмегапиксельная камера. Одним словом, китайская инженерная мысль сотворила очередную... Закрой уши. Ебу-ебу, дыхаю, муди. Предлагаю поэт десяточку. Хе-хе, согласен. Вот и отлично. Это была наша традиционная рубрика STG. А спонсором нашей передачи по-прежнему является ООО Мягкий завод детской игрушки Катышек. Я люблю вас, Харюшки! Или Мишки? Или Зайчики? Кто это вообще? На тебя похож. Думаешь? Asus P835. Создатели коммуникаторов с Windows Mobile за последнее время выкатили несколько очень приятственных аппаратов. Asus P835 один из них. Солидный, металлический, с отделкой под кожу. Впечатляющая штука. Коммуникатор довольно крупный, но в кармане лежит отлично. Корпус не цельнометаллический. Металлические только вставки. Очень прочный, хорошо и качественно собранный. Не скрипит, не люфтит. Прочненький такой. Из интересных фич первым делом замечаешь шарик трекбола. Необычная для коммуникаторов штука, но почему бы и нет. Кнопки приема и отбоя звонка сделаны в виде узкой полоски под металл. А вот вместо остальных привычных клавиш управления сенсорная панель. Выглядит эффектно. Экран напоминает о золотом веке платформы Pocket PC. 3,5 дюйма. Большой дисплей, на котором с комфортом можно лазить в интернете, работать с картами и так далее. Учитывая высокое разрешение, 800 на 480, картинка выглядит очень хорошо, а текст четко и резко. Начинка на первый взгляд вполне типичная для современного коммуникатора. Процессор Qualcomm с частотой 528 МГц, емкая память, разъем для карт microSD, GPS, 3G, Edge, Wi-Fi, Bluetooth и все такое. Аппарат оборудован 5-мегапиксельной камерой. Качество съемки неплохое. Среди аппаратов с Windows Mobile достойных соперников у Asus P835 по этому показателю, наверное, не найдется. Еще одна интересная фишка – возможность использовать коммуникатор в режиме точки доступа, раздавая интернет, получаемый, например, по сети 3G окрестным Wi-Fi устройством. Из оригинальных штучек можно было бы упомянуть фирменную программу-оболочку. Но, как и в случае с другими программами такого рода, постоянно вылезают уши стандартного интерфейса Windows Mobile. Поэтому к достоинствам ее относить вряд ли стоит. В общем, вполне неплохой аппарат. Не без минусов, конечно, и немного неторопливый, но эти мелочи никак не перекрывают его достоинств. Правда, пока еще неизвестно, сколько эта штука будет стоить. Если не дороже 17-18 тысяч, то в самый раз. Если же цена выше, то можно призадуматься. Но все равно я тебе желаю счастья, там незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал. О-о-о, мягкий завод детской игрушки Катышек. А мы еще и стихи можем читать. Боже, что я несу. Терпи гаджет. Даю обзор. Samsung X360 AA03. Сверхлегкий ноутбук премиум-класса. Ну, во всяком случае, по меркам ноутов с 13-дюймовыми экранами. Весит он всего 1300 граммов. Явный конкурент яблочному эйру. Хотя потолще и обводы не такие зализанные и плавные. Samsung явно поработал над эргономикой. Причем неплохо поработал. Эту машинку просто приятно подержать в руках. Корпус сделан из магниевого сплава. На задней панели пластина шлифованного алюминия. Корпус не особенно пачкается. Хотя разводы на глянцевой поверхности, конечно же, заметны. Экран также глянцевый, со светодиодной подсветкой. Качество картинки в целом приемлемое. Графика у ноута сравнительно слабая, что и понятно. Из интегрированной видюхи рекордов не выжмешь. Впрочем, видео крутит уверенно. Хотя HD бывает иногда подтормаживает. Начинка тоже на уровне. Низковольтный процессор Core 2 Duo с частотой 1,4 МГц до 4 ГБ оперативной памяти. В качестве диска можно использовать или SSD на 128 ГБ, или низкопрофильный жесткий диск на 100-120 ГБ. Правда, особого доверия к флеш-памяти нет, так как она имеет свойство дохнуть в самый неподходящий момент. Помимо трех портов USB, есть также встроенный карт-ридер 7 в 1, порты VGA и HDMI, дырка для сети Ethernet, гнезда для наушников и микрофона. Есть даже Wi-Fi и Bluetooth. Ноут действительно легкий. Субъективно весит не больше какого-нибудь навороченного нетбука. При этом в эту массу влезает шестиэлементный аккумулятор, что позволяет работать порядка шести часов без подзарядки. Вполне неплохо. Итого, в активе этой модели. Небольшой вес, приличная начинка, хороший аккумулятор. В пассиве. Вездесущий глянец и конструкция клавиатуры. Она не совсем такая же, как у MacBook Air, но похожа. Печатать не очень удобно. Ну и особо кусается цена. Под 90 тысяч рублей. Она выгрызит значительную дыру в вашем семейном бюджете. Он скоропостижный господин. А кто? Спонсор. ООО. Мягкий завод детской игрушки. Катыш. Он отказался от дальнейшего спонсорства инспектора гаджета. У меня трава. У тебя, кстати, тоже. Вообще, почему ты так не траурно одет? Переоденься. Вот так-то лучше. Как же? Так это же хорошо, что нас покинул спонсор. Он же нам не нравился и хрень какую-то заставлял рекламировать. Нафиг он нам? Знаешь что? Ты прав, Голосок? Нафиг он нам нужен? Гаджет свободен! Все вместе! Подпевайте за гаджетом! И гаджет! 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 Аллилуйя! Гаджет свободен! Гаджет свободен! Поднимите руки! Ты лысый тоже поднимай! Гаджет! 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 Любит вас! С вами был инспектор Гаджет! И помните, я докопаюсь на правдой чумаки! Пока! Да, мой сладкий! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»